МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Селиконовые оазисы святой земли в помощь городу Сколково". По какому принципу создается русский иноград? Гость программы Александр Лаптев. Он знает все о планировании и развитии города инноваций. И 3D-графика может стать легкой и доступной для каждого, у кого есть интернет, облачные проекты Сколково и партнеров. Вы смотрите Иноград в студии Елена Зверева. Сегодня наш мозг научился производить фантастические вещи, например, Гугл, но сам при этом пока еще не становится умнее. Ровно так президент Израиля Шимон Перес объяснил, почему святая земля собирается стать партнером русского инограда. С главой фонда Сколково Виктором Виксельбергом они договорились совместно инициировать исследование головного мозга. Речь о терапевтических возможностях и развитии мозга человека при взаимодействии с компьютером. Силиконовые вади святой земли, вади это арабское название сухих русел рек, считаются вторыми по значимости в мире, уступая только Калифорнийской долине. Израильские компании одни из немногих получили право на отдельный список на площадке Насдак. На сегодня торгуются более 70 компаний с капиталом около 50 миллиардов долларов. В среднем доходы IT-сектора порядка 6,5% ВВП Израиля. Это больше, чем строительство и почти что прибыль здравоохранения. Сегодня более половины экспорта святой земли – продукция высоких технологий. Вот где всерьез можно сказать спасибо Шарлю де Голю. В 1967 году, после шестидневной войны, Франция совместно с рядом стран ввели эмбарго на поставку оружия в Израиль. Государству не оставалось ничего другого, как развернуть программу создания собственной военной промышленности. На предприятиях ВПК разрабатывались не только боевые самолеты и ракетные комплексы, но также космические спутники и телекоммуникационные системы. Технологии военных параллельно нашли применение и на гражданке. Таким образом, начал создаваться отдельный IT-сектор. Постепенно государство создает систему венчурного финансирования, а компании, работающие в Силиконовой долине, освобождает от налогов и платы за Землю. Начиная с 70-х годов, в Израиле один за одним начинают открываться представительства мировых хай-тек-гигантов – Моторола, IBM, Microsoft. На сегодня израильские компании считаются лидерами в разработке и производстве широкого диапазона телекоммуникационного оборудования и систем. Ключевые направления – беспроводная связь, интернет, мультимедиа, сетевой менеджмент, защита информации, IP-телефония. Еще одна особенность Израиля – географически долины как таковой нет. Концентрируются у мегаполисов – Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы, а также в коридоре между регионами Бейр-Шебан и Западная Галилея. Таким образом, общая площадь силиконовых вадей – 6 тысяч квадратных километров. О том, какой путь развития выбрал русский наград, мы поговорим с Александром Лаптевым, директором департамента по планированию развития территории фонда «Сколково». Александр, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в студию. Здравствуйте! Первый вопрос. «Сколково» идет по пути локализации. Чем объясняется эта идея? В России множество инновационных центров, которые бы развивались в советское время. «Сколково» продолжает эту линейку. И, конечно же, «Сколково» – это не последний в линейке инновационных центров. Если «Сколково» будет успешно, то будут и другие центры в других регионах России. Проект уже обозвали бабочкой. Расскажите, как он устроен, что там будет и в чем идея, почему именно этот проект, почему он признан наиболее удобным, скажем так. Да, конечно. Давайте подойдем. В финал конкурса вышли две концепции компании «Арэп», французская компания «Арэп» и голландская компания «Оэмэй». Но французы выиграли. Французы выиграли, да. Почему? Ну, разница состояла в следующем. «Оэмэй» предложила вариант, при котором создаются два больших квартала. Один квартал исследовательский, другой квартал жилой. И в то время как «Арэп» предложил создать пять жилых кварталов, в рамках каждого из кварталов должна была быть совмещена и исследовательская функция, и жилая функция. Именно этот проект обеспечивает более высокое качество жизни, поскольку создается близость между рабочими местами, между исследовательскими центрами и местами проживания и отдыха. Александр, ну а что появится на первом этапе? На первом этапе будет строиться как раз основной въезд в город, с гостевой зоной, район технопарка, также с жилой частью, и первая фаза района университета. То есть это те объекты, которые как раз обеспечат многофункциональность инновационного центра уже в самом начале. Планировалась большая зона отдыха. Она где будет территориально? Мы ее можем показать? Да, конечно. Ну, мы скорее говорим не о зоне отдыха, а о зоне встреч, об общественных местах, где люди смогут отвлечься, ну, уйдя со своего рабочего места, тем не менее оставаться в этой среде сколковой, в инновационной среде, общаться между собой, может быть, отвлекаться от непосредственных рабочих тем, но при этом оставаться вместе и находить какие-то общие новые темы. Потому что основная задача сколковой – это создавать инновации, создавать новые, а для этого необходимо, ну, обеспечить, чтобы самые разные люди встречались по самым разным поводам. И вот таких общественных мест, их будет, они будут созданы на трех уровнях. То есть, во-первых, в каждом жилом доме многоквартирном, в каждом исследовательском центре будет кафе, значит, будет комната, где можно будет встречаться, скажем, чтобы заниматься спортом или выпить кофе, и при этом можно будет общаться с коллегами. То есть не надо будет уезжать в Москву? Нет, не надо будет абсолютно никуда выезжать, даже из дома можно будет не выходить. Можно будет общаться и с коллегами из своего кластера, и из других кластеров, и находить какие-то новые темы, новые точки соприкосновения. Далее в каждом из районов будут свои места для встреч, и будут свои поводы для встреч и события. И, наконец, вот в гостевой зоне будут находиться общегородские места, как, например, конгресс-центр, который задуман, и как место для встречи резидентов центра, и как место, куда смогут приезжать исследователи и новаторы из-за пределов Сколково, чтобы встречаться и общаться с его резидентами. Спасибо, Александр, за интересную беседу. Спасибо. Ну, а многие резиденты Сколково уже работают и пока снимают офисы в разных местах столицы, например, на Красном Октябре. Здание красного кирпича в буквальном смысле арт-объект современной Москвы. С галереями, кафе, ресторанами и офисами. Ночная жизнь бывшей шоколадной фабрики не мешает днем делать бизнес. Компания Андрея Казакова, Клаудмак, уже сейчас приносит до миллиона долларов в год прибыли. Российский стартап нашел технологию, позволяющую создавать и размещать в интернете 3D-приложения, абсолютно доступные интернет-пользователям. Всего в один клик, на любых компьютерных и мобильных устройствах. На Западе есть решения похожие, но только по смыслу. Там фактически 2-3 конкурентных пользователя на один сервер. В нашем случае это тысячи конкурентных пользователей на один сервер. Это решение онлайга, онлайф, гайкай, но мы с ними не конкурируем, потому что у них бизнес-модель очень похожа, я бы сказал, на Нетфликс. То есть как они там дают возможность покупать подписку и смотреть там 5 фильмов, так они продают игры. Российская технология позволяет разработчикам загружать игру в веб. Пользователь переходит по ссылке, вводит пароль и сразу может играть или работать. Его не заботит ни один из параметров программы. По сути, это решение подходит и для обучающих тренингов, и для презентаций. Бизнес-модель стартапа тоже проста. Пользователи платят за подписку на приложение. Для разработчиков облако на выбор. Тут есть два варианта. То есть мы предлагаем паблик клауд-солюшен, когда сервер стоит у нас, и заказчик получает просто фактически клауд-сервис, или private клауд-солюшен. Когда мы отдаем ему его сервер, он его сам хостит, сам оперирует. Это зависит опять от конкретного случая. Пока приложения импортируются вручную. Как раз при поддержке Сколково Клаудмак намерен разработать продукт, позволяющий также легко размещать картинку в вебе. За 3D-графикой будущее. Так что технологией уже заинтересовались крупные российские и зарубежные IT-компании. Облачные технологии станут одним из основных направлений исследований IT-кластера Сколково. Уже сейчас мировые лидеры Microsoft, Google, Apple тратят миллиарды долларов на разработку технологии хранения информации в вебе. По оценкам, в ближайшие 3-4 года на облака в мире будет потрачено 73 миллиарда долларов. В каком направлении развиваются технологии, нам рассказали в штаб-квартире партнера Сколково «Эриксон» в Стокгольме. Для того, чтобы наглядно объяснить, как выглядит технический прогресс, в компании «Эриксон» организовали отдельный музей новых технологий. Здесь утверждают, к 2025 году закономерным итогом эволюции станет переход от 5 миллиардов подключенных людей к 50 миллиардам подключенных вещей. От автомобилей и банкоматов до бытовой техники. Вот в эту коробку для таблеток, к слову, встроен GSM-чип. Забыл принять лекарства, она отправляет СМС на телефон. А благодаря всем этим устройствам и к доктору ходить не надо. Доктор может следить за вашим состоянием здоровья на расстоянии. И, конечно, это может звучать странно, но при ухудшении он в любой момент может позвонить. Более умные устройства требуют более высокой мощности связи и доступности. «Эриксон» – один из лидеров разработки сетей нового поколения LTE. «Этот компьютер, я уже могу пойти и купить его в Швеции. Скорость около 60 мегабит в секунду. И, конечно, я могу поделиться своим интернетом с кем угодно». Мобильность клиента обеспечивается мобильностью передатчика. «Эриксон» сейчас работает над тем, как сделать его компактнее. Есть решение в виде переносного чемодана. А по заказу мэрии Сан-Франциско придумали, как станции вмонтировать в светофоры. И световые информационные стойки. В России за последние 130 лет, пожалуй, нет ни одного сегмента связи, где бы не присутствовали технологии «Эриксон». На очереди интеллектуальные транспортные системы, сетевая коммуникация машина с машиной, здравоохранение и обеспечение роста производительности всей экономики. «Безусловно, российский рынок очень важен для нас. Большая география, много людей. И мы видим, что просто необходимы наши информационно-коммуникационные технологии для развития страны, личности, бизнеса и общества в целом». Уже в этом году «Эриксон» приходит в Сколково. Не только для того, чтобы создать исследовательский центр. Специалисты компании примут активное участие в формировании Сколковского института науки и технологий. В «Эриксон» очень любят вспоминать о том, что в 1903 году установили свои первые телефоны в Кремле. Для царской семьи они были инкрустированы золотом и слоновой костью. И сразу шутят, теперь для них телефоны – не основной бизнес. Смотрите «Инаград», и вы будете в курсе последних тенденций рынка инноваций.